В Крыму студентов рабочих специальностей примерно в два раза меньше, чем тех, кто получает высшее образование. Найти квалифицированного специалиста, который будет собирать компьютеры, строить заводы и работать на них зачастую очень сложно. Чтобы исправить это, в Крыму впервые прошел Art Profi Forum. Его участники, получающие профессиональное образование, доказали всем, что без строителей и слесарей экономика страны остановится. В России программа Art Profi Forum реализуется уже 15 лет. Ежегодно в ней участвуют свыше 50 тысяч человек. В этом году подключились и крымчане. Начинается финал. В конкурсе участвуют 37 профессиональных учебных заведений Крыма. У жюри непростая задача – выбрать из 200 работ лучшие в каждой номинации. Всего их 5. Оцениваются видеоролики, плакаты, танцы, песни. Тексты, кстати, студенты придумывали сами. Суп мешают поварёшкой, и толпушкой лук, картошкой. Режут тоже готов к укропу, жип-жип-жип и в миску вон. Я приготовлю на ужин для вас много темтелек и разных колбас. Всё будет вкусно и очень полезно, ведь не обойдётся без майонеза. Зрители конкурса – ученики 9-11 классов. Именно их студенты профессиональных учебных заведений призывают получать рабочую специальность. Эти студенты – будущие электрики. Среди них Юлия Шамина. Хрупкая девушка получает мужскую профессию, и она ей нравится. Снимать показания счётчиков, просто-напросто снимать показания с различных приборов, с амперметра, с вольтметра – это достаточно очень интересное занятие. Вообще, эта профессия связана просто со всем, с нашей жизнью. Поэтому мне и стало, ну, я и пошла учиться на электрика. У Михаила Сидюка дедушка и отец – сварщики. Сам он тоже решил быть представителем этой профессии. Его мечта – строить мост между Крымом и материковой частью России. Уже совсем скоро она сбудется. Профессия привлекает то, что можно также показывать своё искусство, как и художники. Мы можем творить из металла прекрасные вещи и сделать людям добро. То есть строить дома, всё, что угодно. В одном только Крымском федеральном университете высшее образование получают более 40 тысяч студентов. Будущих представителей рабочих профессий примерно в два раза меньше. Актуальность этого мероприятия невозможно переоценить. В стране идёт модернизация. Страна нуждается в молодых, квалифицированных рабочих руках. И данное мероприятие помогает популяризировать перед выпускниками общепрозавательных школ именно рабочие профессии. Победители каждой номинации поедут в Москву. Будут представлять Крым на всероссийском этапе конкурса. Лучшие получат премии. Татьяна Ханкота, Игорь Романенков. Время новостей.